Микс-ньюс. Радио «Болтком». Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи сегодня Тамара Эйдельман, историк. Здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также пишите в WhatsApp 230-6191. Можно также звонить к нам из-за рубежа. Код Латвии плюс 371. Эпидемия коронавируса. Сейчас мы за ней наблюдаем. А если посмотреть в историю, насколько эпидемии определяли, являлись такими ключевыми участниками исторических процессов, можем вспомнить испанку и так далее и тому подобное. Вот историки отмечают эти факторы? Вот такие факторы, как эпидемия, когда изучают? Конечно, обязательно. История знает несколько очень крупных эпидемий. Вот если говорить о влиянии на процессы, то, наверное, сильнее всего это проявилось в XIV веке, когда была знаменитая чёрная смерть, чума, которая там, ну непонятно, не то треть, не то четверть населения Европы уничтожила. И это имело огромные последствия для всего экономического развития, потому что резко уменьшилось количество работников. Они хотели, чтобы им платили больше, соответственно. Хозяева хотели платить по ценам до чумы, где-то там силком заставляли работать по старым ценам. Крестьяне пошли в города, где вот эти вот места освободились. Это способствовало во многих местах Европы освобождению крестьян. То есть вот совершенно изменилась экономическая жизнь после вот этих нескольких страшных лет, когда вымирали целые города. То есть можно сказать о том, что эпидемия является таким мощным триггером, мощным элементом для перезагрузки истории. Так это можно рассматривать? Ну да, конечно. Но другое дело, что не всегда в хорошем отношении, потому что это может быть... Ну то есть, прежде всего, нарушаются естественные реакции на эпидемию, что мы и сейчас видим. Это карантин. Это закрывают, какие-то связи обрубают. Закрывали города, забивали дома целые. Соответственно, нарушаются торговые связи. И это очень всё плохо. Вот есть предположение, что, ну, по крайней мере, первая известная нам эпидемия тумы, у неё следы найдены в захоронениях 4-го тысячелетия до нашей эры в Швеции. И в это же время резкий упадок по всей Европе. Это заброшенное поселение, упадок людей меньше стало. И одно из предположений, мы не знаем, насколько оно верное, но есть предположение, что это дело в том, что вот прошла чума, и произошёл прямо такой откат назад в развитии. И понадобилось много времени, чтобы размыться снова. Ну вот особенно сегодня, наверное, в период коронавируса и его распространения, некоторые говорят о том, что власти, кто-то считает, что власти скрывают какую-то информацию или не договаривают её до конца. Кто-то говорит о том, что власти, наоборот, оборачивают эту информацию в свою пользу, опять же, создавая иллюзию безопасности в стране. Вы некоторые из своих лекций, насколько я знаю, посвящали в том числе и пропаганде, и работе пропаганды. Смотря на это с исторической точки зрения, насколько, на ваш взгляд, изменились, может быть, манипуляции мышлением человеческим? Ой, манипуляции не меняются. Манипуляции, они как были сто лет назад, даже в какой-то мере там 200 лет, и раньше, всё тоже. Главный способ манипулировать – это, во-первых, выбрать страх, потому что, понятно, когда человек боится, его проще, если бежим скорее, спасаемся и так далее. Дальше очень удобный образ врага, и тогда всех можно построить, потому что враг не дремлет. И сейчас, мне не кажется, что вся борьба с коронавирусом связана с пропагандой. Но, конечно, мы видим кучу этих идиотских теорий заговора. Конечно, это биологическое оружие, это ЦРУ придумало, или, наоборот, фармкомпании раздувают, а Китай это всё придумал по каким-то там своим непонятным соображениям, и всё такое прочее. А сейчас вот в России это используют тоже власти в своих целях. Ну, у меня ощущение, что очень сильно раздуты вот эти все угрозы, как и вообще, наверное, угрозы коронавируса. И из-за этого, вот это, наверное, опасно, потому что тогда мы вообще перестаём верить. Или мы впадаем в панику, или говоря, а, плевать. А вот нормального какого-то среднего поведения их управлять не добиться. Ну, сегодня, на ваш взгляд, приёмы пропаганды, они стали мощнее как-то? Как, на ваш взгляд? Знаете, они стали технически мощнее, просто потому что появилось очень много новых способов. Появилось очень много возможностей дотянуться до миллионов людей. А если там в древности пропаганда была рассчитана на какую-нибудь элиту, на десятки, на сотни человек, потом, когда появились, скажем, газеты, то это были тысячи, которые могли... В XIX веке вот резко выросло значение газет. Радио, телевидение всё больше и больше. Теперь благодаря интернету можно охватить... И благодаря разным способам создания фейк-ньюс можно охватить миллионы. Но сами инструменты... Я когда писала книгу «Как работает пропаганда», то с ужасом поняла, что механизмы всё те же. Ну и люди, в общем, всё те же. Испугать, описать жуткого врага, обратиться к нашим иррациональным каким-то ощущениям, то есть чтобы мы не рассуждали, а что-то мне странное говорят, а вот это нелогично, а просто вот ужас. Почему вот вся пропаганда, ну не вся, скажем, очень часто подчёркивает, что наши враги вонючие, там, с мерзкими голосами. Вот это вот как там, скажем, фашисты говорили, что евреи вонючие, а расисты там, что чернокожие люди пахнут по-другому. А сейчас в России говорят, что мигранты всегда очень громко кричат. Вот это вот воздействие на слух, на обоняние, на самые такие нерациональные наши чувства. А дальше тоже, откуда-то из глубины сознания, очень древних сноёв, всплывает ощущение, что вот есть спаситель, который нам поможет, вождь и учитель. Вот это, к сожалению, не меняется. Меняются технические средства. Ну вот ещё Геббельс говорил о том, что вы приводили в пример его цитату, о том, что худший враг пропаганды – это интеллект. Сегодня есть какой-то иммунитет в этом смысле у человека? Ой, вы знаете, у отдельных людей – да. У человечества что-то с иммунитетом плоховато. Вот когда мы видим, я не знаю, там, результаты выборов в самых разных странах – в России, в Америке, в Англии с Брекситом – огромное количество людей голосуют, просто эмоционально реагируя на какие-то призывы, на запугивания. В общем, боюсь, что всё остаётся так же. Но всё-таки не все так реагируют, это приятно. А почему человек так легко поддаётся манипуляции, связанные с расчеловечиванием? Потому что, ну, вот геноцид в Руанде, история про Хуту и Туцци, когда радиоведущие называли Туцци тараканами, и таким образом, ну, просто принижали их, ну, расчеловечивали, и это позволяло там осуществлять одно из самых страшных преступлений, которое знает человечество после Холокоста. Вот, на ваш взгляд, почему мы так не защищены от этого? Почему достаточно быстро можно из человека сделать зверя? Ну, наверное, потому что цивилизация существует намного меньше, намного более короткий срок, чем вот там человек как биологический индивид. И в нас это очень сильное биологическое начало. А, собственно, что такое цивилизация? Это вот развитие рационального мышления, развитие системы табу, как сказал бы Фрейд, да? Вот какие-то запреты, какие-то представления. Это такая тоненькая корочка, которая на нас наросла, мне так кажется. И дальше, вот если пробить эту корочку с помощью запугивания, с помощью расчеловечивания, с помощью жутких образов, то выплывает вот это... Почему толпа всегда? Проще манипулировать толпой, чем отдельным человеком. Потому что человек с тобой будет разговаривать. Он скажет, да кажи мне. А в толпе мы начинаем действовать вот на каких-то более глубинных, интуитивном, на каком-то уровне. И тут уже проще. И так же с этими тараканами. Конечно, если бы просто в нормальной ситуации говорили бы про кого-то, что это тараканы, это бы не подействовало. Это упало на общую раскалённую атмосферу. Но, конечно, Геннадий Бруанде – это вот удивительный пример как раз такого, действительно, озверения людей, моментально возникшего. Пусть там на проблемах старых, но всё равно. Вот за полгода до этого не рубили людей мачете, а через полгода стали. Это страшно. И это показывает, как хрупка наша цивилизация. Но далеко ли мы, на ваш взгляд, всё-таки ушли от нацизма? Потому что, опять же, когда рассматривают тему Холокоста, были примеры, когда уже относились к расстрелу евреев те, кто расстреливал просто как к некой работе. То есть не было ненависти. Ну, я читал разные мемуары, как раз как это работало, и что люди не испытывали ненависти. Они просто приходили, заваривали кофе, становились за пулемёт, расстреливали, закапывали, уходили, включали там, не знаю, музыку и дальше продолжали жить. То есть это стало системой, и человек даже воспринимал это, некоторые люди воспринимали это как просто работу. Вот далеко ли мы ушли, и способны ли мы всё-таки извлекать уроки, или на самом деле человеческая сущность не меняется? Даже после таких страшных трагедий, страшных преступлений, которые совершили. У меня мой YouTube-канал называется «Уроки истории с Тамарой Эдельман». Но я всегда подчёркиваю, что уроки истории — это не в том смысле, «А вот сейчас я вам скажу, как было при нацизме, и теперь вы больше никогда так не поступите». К сожалению, таким образом история не работает. Другое дело, мы должны знать, естественно, о прошедшем и как-то это обдумывать. Но именно потому и надо обдумывать, что мы очень недалеко от этого ушли. Вот тоже я готовила лекцию для канала своего, которая называется «Природа вла». И одна из вещей таких тоже меня очень, ну не скажу потрясших, но как-то гнетущее впечатление произвело на меня, как раз мы очень часто говорим про то, что среди нацистов были там садисты, вот Эльза Кох, она там эти самые абажуры из кожи делала. Но такие были единицы. Мало того, когда отбирали людей, вот эти зонбер-команды, то старались не брать тех, кто получал удовольствие от убийства. Потому что они понимали тоже, что, ну, грубо говоря, маньяками сложно управлять. Они непредсказуемы. А как раз брали тех, для кого это обычное дело. И есть очень страшная книга знаменитого психолога, социолога Филиппа Вимбарда, который называется «Эффект Люцифера», где он описывает этот свой знаменитый стендфордский тюремный эксперимент, когда часть студентов изображала тюремщиков, часть заключенных. И как быстро все вписались в эти роли, и как быстро тюремщики стали импровизировать, издеваться и унижать. Филиппа Вимбарда часто критиковали, говорили, что он там все подстроил, что он, значит, все было разыграно, все не так. Но в этой же книге он приводит пример из реальной жизни, как издевались надсмотрщики в Ираке в тюрьме Абу Грейг, над арестованными. И они себя вели точно так же. Нормальные военные, молодые парни и девушки, которые моментально, ну, в стрессовой ситуации, вот с них слетела цивилизация, они стали глумиться, превратились в садистов. Поэтому мы совсем недалеко ушли, ни от Холокоста, ни от геноцида в Руанде. Это все где-то вот рядом с нами. И мы должны про это помнить, конечно. У нас есть звонок сейчас, радиослушатели на линии. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день. Да, Валерий. Вы знаете, что интересно? Вроде бы верующие люди должны признавать всех равными, и все. А вы знаете, кто такой хам был? Вы Библию знаете? Хам? Ну, конечно. Да. Ну вот, самое интересное, то, что я не помню, где я прочитала, что у белых людей, вот особенно в Америке, у них такое, они такую пропаганду развели, что вот негры в Африке, они произошли от хама. То есть, изначально уже они негров унизили. Спасибо. Спасибо вам. Ну, это, эти представления о том, что африканцы происходят от хама, они возникли, кстати, совершенно не в Америке, а в Европе, конечно. А я бы сказала, что в Америке как раз сейчас делается очень много для того, чтобы искоренить расизм, в отличие, к сожалению, от нашей страны. Но действительно, такие представления были. Сейчас, в общем, они уже уходят в прошлое. Почему национализм так популярен? С одной стороны, мы наблюдаем, что глобализация, с другой стороны, мы видим усиление национальных настроений. Это заметно, в том числе, и в странах Балтии. И вот, когда, в общем, национализм пытаются окрасить как неким противостоянием, ну, это явление, противостоящее глобализации, но, тем не менее, это этническая доминанта, которая, как мы знаем, в общем-то, не зависит от человека и от того, в какой семье он родился. Но, тем не менее, это выставляется как некое достоинство. Вот насколько это опасно, как вы считаете? Вы знаете, мне кажется, это очень опасно. И я много думала, там, читала про национализм, и это ведь понятие последних там двух с хвостиком веков, потому что до середины XVIII века люди в основном определяли себя или по религиозному принципу, или в какой стране ты живешь, вот я подданный такого-то государю. А потом появились эти представления о нации, которые сначала были очень даже такими, ну, прогрессивными, скажем так. Нам боролись за объединение страны, итальянцы, немцы. Очень хорошо. Одновременно, кстати, очень многие, особенно в Италии, например, высказывали всякие либеральные идеи хорошие. Мы не просто объединим страну, а там все по новому строим. Боролись за освобождение на Балканах своих стран. Тоже все очень хорошо. А потом как-то все пошло не так. И национализм XX века, он становится каким-то все более агрессивным. И, наверное, у меня нет единого объяснения, как и вообще ученых, но, наверное, это очень характерно для таких тревожных эпох, а мы, конечно, живем в эпоху тревожную, стрессовую. И глобализация – это тоже многочисленные стрессы. Это столкновение с новым, это столкновение с непривычным. До этого ты жил там в свою деревню и кроме своих соседей никого не знал, даже в городе. А теперь ты знаешь весь мир, знаешь каких-то непонятных людей. И к тебе приходят мигранты, и в интернете ты видишь. И тогда желание защититься. А вот это вот проявление себя, наверное, скажем так, если я проявляю себя, реализуюсь как отдельная личность, это трудно. Об этом куча философов писала, в 20 век. Вот проявление, самореализация одной независимой личности – это очень тяжелый процесс. А если я часть своей республики или там своей этнической группы, или своей религии, вот чего-то, своей стаи, не хочу никого обижать, мне легче сразу. Я часть вот этого частичка коллектива. И это облегчает, это снимает. Кстати, вот те же самые, скажем, Ханна Арендт, Филипп Зимбарда, которые изучали, вот как люди начинают совершать ужасные вещи. Одна из вещей, снимающая совесть, снимающая угрызения, все так делают. Вот Ханна Арендт, когда писала о процессе Эйхмана. Эйхман, который виновен в смерти миллионов людей, потому что он организовывал как-то лагеря, он был нормальным, не злой, дядечка. И он говорил, а почему все же так делали? Я говорю, я не хотел сначала убивать евреев. Я хотел их всех на Мадагаскар выслать. У меня друзья были евреи. А потом я говорю, все начальники мне говорят, надо так. Ну, я и стал путь. Это очень распространенная вещь. Как все, так и я. Сейчас небольшой перерыв у нас. Буквально на несколько минут прервемся. Потом вернемся и продолжим. Программа «Абонент доступен». Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи с нами историк Тамара Эдельман. Здравствуйте еще раз. Добрый день. И звонок. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, Александр. Да, задавайте вопрос, Александр. Тамара Натановна, вот вы, так сказать, известный человек в определенных кругах. У меня не случайно, вот ведущий вам задал вопрос о национализме. То есть вы пишете, что национализм это самая эффективная почва для пропаганды. И в связи с этим вот вы на Прибалтику, так сказать, вещаете. Ну вот, чувствуется вы, так сказать, обстановку здесь не знаете. Вот. Хотел бы задать вам два вопроса. Вот первый вопрос, как историку, как специалисту по пропаганде. Вот здесь вот наши латышские партнеры, как ваш президент выражается, вот они говорят, что победа Великой Отечественной войны это заслуга, так сказать, наших союзников в большой мере. И если посчитать, так сказать, их технику, тушенку, наши людские ресурсы, то будет 50-50. Вот вы, как историк и пропагандист, на этот вопрос ответьте, пожалуйста. И второй вопрос. Вы вот, как педагог, так сказать, я где-то краем глаза... Да, Александр, давайте покороче, потому что гость должен ответить. Прочитал, и меня это зацепило. Вы говорите, что меня удивляет, вот когда русские дети, говоря о войне, говорят, что мы победили. Вот как-то мне странно, почему вас это удивляет. Меня, например, это нисколько не удивляет. Да, спасибо вам, Александр. Я поняла. Значит, что касается Второй мировой войны, то для меня нет никакого сомнения, что огромную роль в победе сыграли как советские войска, советский народ и, естественно, союзники. И союзники оказали помощь далеко не только тушенкой. Если мы говорим о ламблюзе, то вот про тушенку это большой миф, потому что поставляли машины, любой ветеран знает, что такое Студебек, любой фронтовик, поставляли авиацию, поставляли стратегические металлы и много другого. А кроме того, то, на что у нас обычно не обращают внимания, это то, какие огромные операции вели союзники в Африке, вели англичане в Африке, вели американцы в Азии, и это тоже часть огромных их жертв, кстати, и усилий для победы во Второй мировой войне. Без этого победы бы не было. И это, мне кажется, в этом ничего оскорбительного для России, для советских солдат, для советского народа нет. Это первое. Что касается понятия «мы», то это понятие такое опасное и амбивалентное, потому что, с одной стороны, очень здорово, это как раз то, что относится к национализму. Возьмёмся за руки, друзья, мы все вместе. Но, применительно к истории, это неправильное понятие, потому что мы не жили, вот мои ученики не жили 50 лет назад, ну, тем более 100 лет назад и так далее. Я это приводила, к примеру, не столько ко Второй мировой войне, хотя теоретически и туда относятся, а, скажем, Куликовская битва. Мы победили. Кто эти «мы»? В Куликовской битве сражались предки одной части людей, живущих в сегодняшней России, предками другой части людей, живущих сегодняшней России. Когда говорим «мы», мы того имеем в виду? Мы детей, русских, православных. Там тоже очень разный был состав с обеих сторон. Поэтому лучше, вот это вот, да, мы сражались во Второй мировой войне. Опять, кто мы? Советский Союз? Мы сегодня живём не в Советском Союзе, а в России. Поэтому, мне кажется, что корректней и как-то точнее исторически будет говорить, там, Советский Союз сражался во Второй мировой войне, или там, советские войска, и так далее. Это просто правильно, и не приводит ни к каким разночтениям. Ну, ведь история с тем, что можем повторить, она распространена и среди молодого поколения, в том числе, и среди подрастающего. И вы вот писали статью, я вспоминаю, кажется, про автомат Калашникова, который будут разбирать и собирать на уроках в школе, да, и то есть, ну, я думаю, что вы так критически отнеслись к этой идее, по крайней мере, Министерства образования. Я собирала и разбирала автомат Калашникова, и мне бы не хотелось, чтобы следующее поколение этим занималось. И что касается, можем повторить, знаете, я живу в Москве с окнами на Поклонную гору, и я вижу 9 мая вот этих ряженых в военной одежде того времени, там девиц, хихикающих с распустенными волосами, с баночкой пива и в пилоточке, или детей, наряженных таким образом. И мне кажется, что это кощунство, это надругательство над памятью погибших, потому что люди погибали не для того, чтобы мы могли повторить, люди погибали для того, чтобы был мир. И надо, вот в самое время никакого не испытываю, никакой ностальгии по советскому времени. Но в советское время был лозунг «Это не должно повториться». И это был лозунг более человеческий. А мы можем повторить, что? Миллионы убитых, бомбежки, людей умирающих от голода, заградотряду? Что мы можем повторить? Это безнадственный лозунг. И я по мере сил буду боролась и буду продолжать с ним бороться. На ваш взгляд, насколько сегодня возможно нормальная дискуссия о роли военачальников, в частности, о роли того же Сталина в победе во Второй мировой войне, потому что я недавно написал пост на эту тему, и он вызвал достаточно большой ажиотаж, что я высказал сомнения в том, что Сталина можно назвать творцом победы именно в том смысле, что просто тираны часто себе это приписывают. Ведь были ошибки первых месяцев войны, были катастрофические события, которые разворачивались, потому что Сталин как раз не был к этому готов, он игнорировал те сообщения, которые были. Вот сегодня, когда мы говорим о Сталине, насколько эта фигура мифологизирована, и вообще, насколько о ней можно сегодня дискутировать? Вот как вы считаете? Ну, понимаете, слава богу, в какой-то мере можно, но, конечно, очень трудно, потому что идет эта огромная пропаганда. У меня-то нет никакого сомнения, что Сталина нельзя назвать творцом победы, что все, все, что ввело к победе, делалось вопреки Сталину. Сталин – это человек, который уничтожил верхушку армии. Сталин – это человек, который принимал до войны большое количество неправильных решений, в частности, в создании оборонной промышленности и в этой самой столь превозносимой индустриализации. Сталин – это человек, который мешал своим командующим, который вмешивался и по политическим соображениям резко увеличил, в результате было увеличено количество жертв. Победил советский народ, армия вместе с союзниками. Сталин тут вообще сбоку припек. Но сегодня, конечно, есть места, тот же самый интернет, есть издания, да и можно еще об этом говорить, спорить, обсуждать. К сожалению, зона возможной дискуссии сужается. К сожалению, идет такое совершеннейшее оболванивание, вот этот поток, хотел сказать, подшумок превознесения сталина, уже, наверное, даже и не совсем подшумок, а откровенного. И это, мне кажется, одна из важнейших опасностей нашей страны. Потому что если мы не преодолеем вот это, мы никуда дальше не придем. Вы сказали про Ютуб, и на вашем как раз Ютуб-канале есть ролик о тиранах, и, наверное, на протяжении всего этого ролика лейтмотивом у вас идет мысль о том, что все тираны, они так или иначе имеют две стороны медали, то есть кто-то видит в них кровавое какое-то угнетение, кто-то заботу о народе, и так или иначе любой тиран, как вы говорите, начинается именно с заботы о народе, но потом превращается уже в такого кровавого диктатора. В этом смысле это и история. Ну, конечно, бывают злодеи с самого начала, но во всяком случае тираны, им нравится так себя изображать, кто-то из них, наверное, даже верит, что а куда без меня эти людишки денутся, они же как дети малые, я поэтому их сейчас зажму в кулак и буду ради их блага буду делать то-то и то-то. Некоторые, я там начинаю с древности, в древней грехи тиран даже мог быть очень неплохим правителем, потому что тиран в Древней Греции это не наш тиран, а это тот, кто захватил просто власть и обычно их к власти приводил народ. Но вот уже там видно то, что потом будет проявляться и в эпоху Возрождения, и в новое время, и сегодня. Тиран начинает, действительно, он объясняет, ну, нельзя же держаться только на страхе. Ну, можно, конечно, захватить чужую страну, там вести террор, но все-таки в основном держаться на пропаганде, на создании своего образа положительного. А какой образ? Очень легко как раз проводить защитника народа. Потому что если ты защитник народа, то вот эти всякие там сдержки и противовесы, права, конституция, все вот то, что законодательно закреплено, тебе мешает. ты строишь свои отношения с народом вот без этих глупостей. Ну, а дальше, когда ты уничтожен эти глупости, ты можешь делать все, что угодно. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Извините, можно маленькое Да, очень коротко, Александр. Вы знаете, Тамара Натановна, вот вы сказали очень обтекаемое о победе, А вот Черчилль и Рузвельт вполне конкретно сказали, и вам бы следовало почитать цитату, чтобы так говорить обтекаемое. Спасибо. О Сталине, видимо. Продолжение. Понятно. Черчилль и Рузвельт прекрасно понимали значение собственное и собственных войск. Поэтому не надо строить мюнху. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9 телефоны прямого эфира. Еще звонок у нас. Да, мы слушаем вас. Да. Да, говорите. Прежде всего, хотел бы поблагодарить, хочу поблагодарить и благодарю вашу гостю за комментарии, которые были, ну, только что до мематрии последних, по-моему, поставленных вопросов. Для меня, между прочим, покомментирую, нет никакой опекаемости в том, что она сказала. По поводу национализма здесь, как выразился вам звонящий на тему того, что гости ваши, наверное, не знают, что здесь творится. Но я тоже из той же вроде бы хогорта, который мог бы вас каким-то образом быть недовольным, скажу нет. Не нужно путать какую-то политику руководящих страны с общим настроением народа, за исключением некоторых индивидов. И в данном случае, ну, меня огорчают эти комментарии, поскольку, ну, разговор в передаче сводится совершенно к чему-то другому, а не к тому, что могло бы на самом деле полезно прозвучать. Ну, у вас будет вопрос какой-нибудь для нашей гости? Нет, спасибо. Я поблагодарил и прокомментировал звонящего на предметно-таналима Владимир. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Благодарны. Вот вы, кстати, в одном из своих интервью говорили о том, что ваша задача, как педагога, сегодня научить детей работать с информацией и, наверное, не давать им вешать лапшу на уши, да? А насколько дети сегодня подвержены пропаганде, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, как и все мы, очень сильно, естественно, потому что они огромное количество времени проводят в соцсетях, на них обрушивается огромное количество информации. Ну и, кстати, ну там я даже не говорю про маленьких детей, подростки, это такие существа, которые очень сильно подвергнуты влияниям. У них очень формируется личность. для них как раз очень важна такая коллективная идентификация, да, причастность к какой-то группе, к компании, к классу, к семье, к еще чему-то, к нации той же самой. Почему так много вот этих там молодежных объединений? Потому что для подростков это очень важно. И, соответственно, они очень сильно подвергаются пропаганде. И у многих из них совершенно не выработаны вот эти вот еще инструменты мыслительные противостояния. И поэтому, мне кажется, так важно, чтобы в школе, ну, преподавание истории дает огромные для этого возможности, но и любые науки, любые дисциплины школьные, чтобы они нацеливались на развитие мышлений. И это, конечно, не панацея, но это, по крайней мере, как-то дает им возможность какую-то дает им поддержку в этой жизни. Это касается не только политической пропаганды, но и отношений в компании, отношения к котикам, отношения к чему угодно, к преступности. Это очень важно. Говоря о коллективной идентификации, мы видим сегодня, что протесты, если, например, говорить о России, то протестные настроения, они молодеют. С чем вы это связываете? Ну, мне кажется, что молодой, я сейчас такой, наверное, как такая уже старушка выступлю, что молодой поколение нынешнее, оно более свободное. Несмотря на то, сейчас много говорят, что уже поколение, которое полностью выросло при Путине и так далее, и тому подобное, но эти люди, они имеют доступ к интернету, они имеют возможность проявлять себя в соцсетях, они живут все-таки вот так чисто на бытовом уровне, в куда более свободном обществе, чем, скажем, мое поколение. И это очень важно, и они хотят как-то вот перенести эти свободные отношения в реальный мир. Это замечательно. Но какие идеи сегодня близки молодежи, если так можно сказать, или они готовы скорее идти, на ваш взгляд, за лидером, которым они симпатизируют? Ну, наверное, есть и то, и то. Понимаете, очень трудно, как можно говорить о молодежи в целом. Это сотни тысяч или там миллионы людей. Да, поэтому тут как? Есть те, кто там, я не знаю, уже состоит в каких-то инвестических организациях, есть те, которые идут за Навальным, есть футбольные фанаты, есть там те, кому вообще наплевать. Так это вот общий какой-то алгоритм я вывести не могу. Но в принципе, я вижу, с одной стороны, конечно, лидер всегда очень важен. И за лидером идут ну, не только молодежь, но молодежь часто не очень сильно. А с другой стороны, я вижу вот у тех же самых там, не знаю, братьев Навального, так сказать, вот у этой молодежи, я вижу очень большое такое желание, не знаю, жить по-техному, жить по-новому. И это очень характерно для молодых людей, которых еще ну там жизнь не побила, грубо говоря. И это очень здорово, по-моему. Еще звонок у нас с примива. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, Константин. Да, задавайте вопрос. По поводу, да, национализма на бытовом уровне, значит, у нас коалиция правящая, которая сейчас принимает решение, это 51 голос, там даже 60. 10 тысяч проголосовало за каждого, значит, 600 тысяч человек. Так, Константин, вопрос задавайте, очень мало времени, потому что мы так в репликах утром. Я задам вопрос сейчас, да. То есть, это на бытовой уровень. Значит, вопрос вашей гости следующий. Понятно, что Сталин сатана, Путин пророков, это молитва оппозиции ясна. Какие альтернативы в ее глазах могли бы быть Сталину и Путину? И по поводу оппозиции белых навязанный на зубах пример, когда из яблочника сделали губернатора, проворовался весь насквозь, Нинцов проворовался весь насквозь, что является альтернативой. Да, спасибо вам. Ну, вы знаете, во-первых, это неправда, что Нинцов проворовался. Нинцов как раз был честный человек. И, естественно, можно найти в оппозиции нечестных людей. И я не очень понимаю смысла вот этого обсуждения. Что касается альтернативы, то альтернатива очень проста. Альтернативы это демократические выборы в правовом обществе. И в стране, где там 120 миллионов человек в демократических условиях будут выдвинуты много разных лидеров. И это далеко не обязательно должен быть там Навальный, Ходорковский или кто-то еще. Можут быть они, может быть еще кто-то. Потому что нормальная свободная ситуация рождает выбор. И это, мне кажется, это такое какой-то азбукой, что даже мне не очень ловко это объяснить. Ну вот интересно, что... Конечно, да. Что интересно, что тираны ведь создают такую безальтернативную реальность, по крайней мере, во время своего правления. Можно посмотреть на Северную Корею, где, когда умирает очередной диктатор Ким Чен Ир, и там, в общем-то, общество находится в состоянии истерики, потому что кажется, что они потеряли Бога. Я общался с людьми, которые видели Сталина, и они тоже говорили, вот мне рассказывала одна женщина, что ей снилось, тогда она была подростком, что она умирает за Сталина, потому что это, ну, казалось ей в тот момент, в детском, настолько было пропитан сознание, что он казался ей практически Богом. То есть, видите, авторитарные и тоталитарные лидеры, они как раз убирают это ощущение альтернативы, что они незаменимы, как раз этот принцип работает в основе. Конечно, конечно, безусловно. И это делается очень так, я даже не могу сказать, что продумано, это как-то вот, наверное, интуитивно получается. Великий психолог Ангустов Юнг разрабатывал это на примере фашизма и пришел к выводу, что, скажем, в фашизме огромное количество разных символов, там, образов, действий, которые пробуждают в нашем подсознании представление о вожде, архетип, который с первобытных времен там живет. А кто такой вожде? Это волшебное сверхъестественное существо, без которого племя не может существовать. И вот тираны нынешние строят сюда тоже так. Стоит сбросить эту иллюзию, эту вот магическую какую-то, не знаю, сеть на нас наброшена, становится понятно, что много есть разных вариантов, похуже, получше, таких-сяких, они есть. Насколько быстро это пробуждается? Потому что в 1953 году умирает Сталин, и, в общем, потом уже Хрущев запускает то, что Оренбург назвал оттепелью. Ну, оттепель продлилась относительно недолго, но, тем не менее, такой выдох после тирана, хотя, казалось бы, Сталин царь и бог, отец народов, там, культ личности и все такое проще. Насколько быстро общество понимает, когда тиран умирает или уходит по каким-то причинам, что оно жило при несвободе? Ну, понимаете, скажем, после 20-го съезда довольно много кто понял. Не уверены, что все общество, потому что акт с уже произошел. это было там. Тут вот этот очень сложный момент. Перестройку казалось, что, ой, там, за пять лет все все поняли, а потом вдруг все пошло обратно. Мне кажется, что вот эти вот перемены, во-первых, вряд ли стоит рассчитывать на быстрые перемены. Если мы говорим не об изменениях, конкретного закона, а об изменениях в головах, так это просто не происходит. Моисей 40 лет водил народ по пустыне. И ни один из тех, кто родился в рабстве, не дошел до земли обетования. Вот мне кажется, что неуспех перестройки во многом как раз зависел от того, что делали люди, родившиеся в ту эпоху, привыкшие к двойным стандартам советского, брежневской эпохи. А вот нынешнее более свободное поколение, может, оно что-то и добьется, но не сразу тоже. Потому что мозги меняются постепенно, нужно несколько поколений. То есть 40 лет никто не отменял, да? Необходимо эти 40 лет? А может и больше. Для того, чтобы искоренить в себе раба. Спасибо вам большое, что нашли время и вышли в наш эпоху сегодня. Да, историк Тамара Эйдельман была с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо, что пригласили. До свидания.